Всем привет! Продолжаем путешествовать по Петербургу, смотреть дома нашего города. Загородные 64, Подольская 2, архитекторы Бубырь, год постройки 1910-1912, стиль модерн, доходный дом Латышской Лютеранской Церкви Христа Спасителя. Я пользуюсь сайтом Сити Волос. Сиротский дом и училище, 1881, архитектор Шреттер Виктор Александрович, Подольская 2А, 1910, архитектор Бубырь Алексей Федорович Надстройка, 1910-1912, архитектор Бубырь Александр Федорович, служебный флигель и 1881, архитектор Шреттер Виктор Александрович. Правая часть дома, бывший сиротский дом, построен в 1881 году по проекту Шреттера. В 1910 архитектор Бубырь настроил его шестым и мансардным этажами. В этом доме жили архитектор Баумгартен в 1902-1904 и 1898-1900, революционный деятель Радченко. Степан Иванович Радченко, деятель Российского революционного движения с 1890 года, член группы Бруснева, один из первых соратников Владимира Ульянова. В марте 1898-го принимал участие в съезде РСДРП в Минске, на котором был вызван членом ЦК, подвергался арестам. В 1904-м был сослан в Вологду, освобожден в октябре 1905 года. С 1906-го отошел от партийной работы, умер в 1911 году. В 1903-1905 году здесь жил историк Тарли Евгений Викторович Тарли, первоначально имя Григорий Викторович Тарли. Русский советский историк, педагог, академик Академии наук СССР, член Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. С 1906-го по 1911-й год здесь жила семья Шостаковича Дмитрия Бориславовича и Софьи Васильевны, в которой родился будущий известный композит. В 1996-м на фасаде была установлена меморальная доска архитекторы Ани Кужин и Григорьев. С текстом Дмитрий Дмитриевич Шостакович родился в этом доме 25 сентября 1906 года. Здесь Дмитрий Дмитриевич Шостакович провел свои детские годы. Здесь жила Лариса Анатольевна Попугаева, советский геолог, кандидат к геологию минералогических наук, первооткрыватель якутских алмазов в СССР, кимберлитовая трубка «Зарница». По данным сайта последний адрес здесь жили Беляев Владимир Агеевич, Братодиакон Буевич Викляцкинский Виктор Эдуардович, электромонтер Гринберг Андрей Индрикович, без определенных занятий, Канашнек Владимир Петрович, исполнитель, Лапинь Анетта Михайловна, врач, Литовский Антон Станиславович, брикмахер, Тедр Генрих Матвеевич, приемщик и Тейман Амалия Эрнестовна, счетовод. Почти все они проходили по статье 58-6 УК РСФСР и были расстреляны в 37-38 годах. Ну вот так вкратце, то что я нашел на сайте CityWalls по адресу Загородной 64, Подольская 2. Пока-пока, до свидания.